Добрый день, уважаемые любители физкультуры и спорта! В эфире очередной юбилейный 20-й выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск» и я, ее ведущий Михаил Рассашанский. Сегодня мы выходим в преддверии Всероссийского Олимпийского дня, а посему гость нашей студии – президент Олимпийского совета Ульяновской области Олег Калмыков. Здравствуйте, Олег Анатольевич! Здравствуйте! Олег Анатольевич, как правило, Олимпийский день – это множество спортивных мероприятий в таком режиме пропаганды спорта и здорового образа жизни. Не ошибаюсь? Да нет, конечно. Чем порадуете в этом году? Мы с особым энтузиазмом отнеслись к этому Олимпийскому дню. До Олимпиады чуть больше месяца. Вся Ульяновская область будет кипеть, спортивные площадки будут наполнены детьми, людьми. Центральная площадка – пляж реки Вога. Суббота в 10 часов. Приглашаю, посмотрим. Пляжный волейбол, пляжный футбол, пляжную борьбу, соревнования по гирям, соревнования по легкой атлетике. Все это направлено на популяризацию, пропаганду, чтобы наши люди занимались спортом. Особенно детишки, потому что они наши будущие олимпионики. Ну а пока некоторые из этих юных спортсменов отдыхают в лагере «Ласточка». Там и побывала съемочная группа нашей программы. Ульяновец Анатолий Тургульдинов всю свою жизнь отдал баскетболу. Играл еще в чемпионате Советского Союза. А его педагогический стаж приближается к полувековой дате. Следующая пара уже готова. Молодцы ребята. Ныне 71-летний специалист весь учебный год с сентября по май работает тренером спортшколы «Фаворит». А на летних каникулах вывозит своих подопечных в спортивный лагерь «Ласточка», что неподалеку от села Садовка в Староманьском районе. Помимо того, что мы совершенствуем технику и тактику, что касается нашего вида спорта баскетбола, то они еще приобретают атлетизм, выносливость. Баскетбольный отряд «Ласточки» только часть смены. Бок о бок здесь тренируются представители еще нескольких видов спорта. В основном единоборцы. Занятия кикбоксеров не спутаешь с другими. Все упражнения не выполняют под музыку. Потому что это удобно. Ритм свой есть. И получается более динамичные тренировки с музыкой. У нас в клубе постоянно она играет. И привычка у нас состоялась уже такая. И мы привезли ее сюда. Зарядка и две тренировки в день – обычный режим работы юных спортсменов. Свободного времени мало. Однако даже его хватает детям, чтобы подружиться друг с другом. Спорт, как говорят, всегда объединяет. Неважно, какого ни были виды спорта, дети получают удовольствие. У них появляется интерес обыграть другой вид спорта. И получается спортивный такой режим. Я бы лагерь никогда не применял на компьютер. Потому что мне в лагере интереснее. У меня тут друзья, знакомые. Тут тренировки. Юный Даниил Новокшонов на первых ролях в своей боксерской секции. Он уже выступал за Ульяновской области в российских стартах. Чтобы попасть в команду, на тренировках пашет до седьмого пота. А после занятия – особое удовольствие. Вместе с друзьями окунуться в прохладные волжские воды. Оно идет больше как бы восстанавливающий процесс после воды. И первое. А второе – это закаливание организма. Ну как лагерь без воды. Нынешнее лето для «Ласточки» особенное. Лагерь возобновил свою работу после годичного перерыва. Ведь 2020 прошел под знаком пандемии. Впрочем, и сейчас, когда антиковидные ограничения ослабли, заполняемость смен только на 75%. Планировано провести 6 смен. Также по 100 человек, по 14 дней. То есть принять где-то порядка 600 юных спортсменов. Но если бы «Ласточка» и работала на стопроцентную мощность, то спортивную отрасль это бы не спасло, говорят специалисты. Один спортивный лагерь на всю область – это не просто мало, а практически ничего. Получается, что во многих секциях тренировочный процесс прервался на целых три летних месяца. Упущенное придется наверстывать осенью. Олег Анатольевич, 6 смен по 14 дней. Это вообще реально? Ну, это печальная реальность. Это от безысходности, безвыходности такая ситуация. Потому что действительно в Ульяновской области катастрофически не хватает спортивных лагерей. Подчеркиваю, спортивных, а не оздоровительных. Вспомните мое советское будущее. Я, будучи мальчишкой, 2-3 смены по 24 дня пробывал в лагере. И мы там не отдыхали, мы там пахали. Оттуда и здоровье у нас, ого-го, какое. Конечно, трудно требовать спортивного результата от спортсмена, которому там 14-15-16 лет, если у всего 14 дней было. Это микроскопическое оздоровление для среднестатистического ребенка. Эту проблему надо решать, и мы держим идеи эту проблему решить. Да, как гласит одна спортивная шутка, это не шахматы, тут думать надо. Кстати, о шахматах. Региональная федерация впервые за последние полтора года провела массовые соревнования. О них наш следующий сюжет. В библиотеке Ульяновского педауниверситета яблоку упасть негде. Здесь проходит областной шахматный фестиваль. А ся, мальчишка. Когда коню защищаю, вам предупреждаю. 150 участников борются за награды фестиваля в нескольких возрастных группах. Подавляющее большинство игроков, более сотни – дети. Многие из них впервые за последние полтора года играют вживую. Из-за коронавирусных ограничений соревноваться приходилось по интернету. Дети устали уже от дистанта. Все обучение у них только в дистанции. А хочется живого общения, настоящей честной игры. Среди участников фестиваля – 12-летняя Снежана Кирьянова. Победительница одного из онлайн-турниров времен пандемии. «Мой главный конек – не шахматы, а горные лыжи, плавание и иностранные языки», – говорит сама спортсменка. Но при этом с честью принимает бой на черно-белых полях. Мне кажется, сложнее против реального противника. Так как, то есть, когда мы играем онлайн, там некоторые могут подозвать своих родителей, то есть они могут помогать. Так уже нечестно будет. Самое пристальное внимание к турниру в абсолютно возрастной группе, которая проводится по правилам Блица. Среди 40 участников – три мастера Фиде. Среди них – Павел Кармилин, один из сильнейших шахматистов Ульяновска. Трехминутный контроль времени не дает права даже на незначительную ошибку, говорит неоднократный чемпион области. Цена зевка очень вырастает, потому что здесь практически, если проиграешь партию, невозможно спасти, и можно, значит, на итоговый результат это может повлиять. Сам Кармилин долгое время шел в числе лидеров. Однако в концовке что-то пошло не по плану мастера. У него четвертое место. Выше в итоговой таблице бронзовый призер Ульяновец Ярослав Павловский, обладатель серебра Димитровградец Владимир Алачихин и победитель соревнований Ульяновец Андрей Олисов, потерявший в 11 турах всего пол очка. А руководство региональной федерации уже смотрит вперед и задумывает новую шахматную битву. Мы планируем соревнования где-то на 300 досках. Место проведения пока мы не приели, просто получилось как бы пожелание нашей хотелки. Этот фестиваль хотят провести в предстоящем сентябре, когда школьники вернутся с летних каникул. А пока победу в отдельных зачетных группах нынешнего фестиваля празднуют ульяновцы Александра Сеченникова, Александра Сучков, Дарья Елаева и Егор Масюков, а также Николай Ульмейкин из Барышевского района. Олег Анатольевич, а вот шахматы, на Ваш взгляд, это все-таки спорт или игра, развлечение? И отдали бы Вы своего сына в шахматы? Ну, это вечный спор. Спорт или не спорт. Что до меня, мое личное впечатление, спорт – это там, где есть физические нагрузки, усилия и элемент соревновательности. И несмотря на неимоверную популярность шахмат, ну, почему-то они не включены ни в программу ни зимних, ни летних Олимпийских игр. Но шахматы – это удивительно полезный, развивающий вид деятельности. И я просто аплодирую и удивляюсь шахматистам, и даже им где-то немножко завидую. Что касается до своего ребенка, я реально хочу его в сентябре отвезти в шахматный клуб. Я уже даже провел разведку, узнал расписание. А вообще, мое мнение такое, ребята, детишки, должны пару раз в неделю играть в шахматы, пару раз бороться и пару раз, например, играть в футбол. Ну, футбол сейчас, конечно, на слуху. Как-никак матчи Евро идут. Но жаркими баталиями не обделена и вторая российская лига. На этой неделе завершился чемпионат страны среди клубов ПФЛ. Развязка в четвертой группе, где выступала Ульянская Волга и Димитроградская. Лада получилась очень огненной. На футболистов клуба Тюмень смотреть больно. Некоторые их болельщики на трибунах и вовсе плачут. Еще несколько минут назад сибирская команда была одной ногой ФНЛ. Если б не Димитроградская лада. На послематчевой пресс-конференции наставник Тюмени Игорь Меншиков с трудом подбирает слова. До матча Сибиряков против Димитроградской лады ни у кого и сомнений не было. Тюмень одержит запланированную дежурную победу и выйдет в ФНЛ. А первый тайм только подтвердил эти прогнозы. Данил Карпов, которого называют не иначе, как восходящая звезда российского футбола, воспользовался ошибкой защитников лады. Убежал на рандеву с голкипером и открыл счет. Чуть позже Максим Казанков забил шедевральный гол со штрафного. Параллельно в Самаре главный конкурент Тюмени КАМАЗ обыгрывал дубль крыльев советов. Но на это никто не обращал внимания. Тюмень давил весь первый тайм у нас и реализовал эти моменты. Но в перерыве мы поговорили, посидели с ребятами. Едва началась вторая половина. Стадион Геолог заволокло дымом. Пожар случился за трибунами. Поединок даже приостановили на несколько минут. Загорявшуюся траву потушили быстро. Ноги на концовке в самом матче избежать не удалось. Ее героями стали Димитров Граци. Руслан Гаврилов для начала отквитал один гол. Получилось даже шикарнее, чем у хозяев в первом тайме. И гости продолжили атаковать. Несмотря на то, что вскоре остались в меньшинстве. За две желтые карточки был удален нападающий Антон Гуоги. За три минуты до финального свистка со скамейки запасных лады вышел 21-летний воспитанник ульянского футбола Никита Данилин. Еще через минуту он выиграл силовую борьбу в штрафной соперника и сравнял счет. Ничья 2-2. Это как страшный сон. Точно моя вина, да. Не смог я докричаться, не смог я донести до ребят, да, что не нужно удерживать преимущество, там, два мяча. Не нужно отходить назад, нужно играть, нужно продолжать атаковать, нужно забивать третий мяч. Я горжусь вообще ребятами, честно. Я горжусь нашим городом, я горжусь нашими болельщиками, что у нас в городе, в Гулянской области, есть такая команда «Ладзин Трагра». Сегодня мы показали, что достойны, что мы хорошая, добротная команда. Осечкой Тюмени воспользовался КАМАЗ, который в Самаре ожидаемо обыграл дублеров крыльев Советов 5-1. И теперь он сыграет в ФНЛ. Ладу же, занявшую в чемпионате России итоговое 11-е место, ждет непростое межсезонье. Вопрос о сохранении команды профессионального статуса открыт. Олег Анатольевич, ну как вам концовка матча? Да что там матча всего чемпионата, всего сезона? Ну, именно такие моменты и красят спорт, и красят футбол в том числе. Когда все предсказуемо и прогнозируемо, это же неинтересно. Да, все понятно, проиграли, встали и ушли. А когда на последних минутах наш парняга творит такие чудеса и перетрубацию во всей турнирной таблице сделал, это удивительно. Я думаю, что челнинцы должны ему, ну уж если не КАМАЗ, то Аурис точно подарить. И вообще, мне хочется радоваться за наших футболистов, и очень надеемся, что наши ульяновские команды повыше поднимутся в турнирной таблице в следующем сезоне. Ну, а мы порадуемся за команду «Погода в доме», которая недавно навела шороху в первенстве мира среди любительских команд. Юрий Ощепков из Сочи. С такой поддержкой играть плохо ты просто не имеешь права. На любительском чемпионате мира, который на этой неделе завершился в Сочи, ульяновская погода в доме была самой жаркой. Сначала катком прошлись по соперникам на групповом этапе. 4-0, 6-0 и 5-1 были битые команды из Москвы и Ростова. В четвертьфинале «Погода» обыграла своих земляков из Кучины 4-1. А в полуфинале уложила на лопатки еще один столичный клуб 5-1. Мы второй год подряд приезжаем. В том году мы плохо выступили, вылетели в 1-8, а в этом году настроились и вот, пожалуйста. Финал с командой из Пятигорска также завершился уверенной победой «Погоды» 4-0. Но в первом тайме из десятка ударов по воротам соперника цели достиг только один. Точно выстрелил Вячеслав Мысин. Более профессионально, так скажем, и более мастеровито. Побыстрее «Погода в доме» играет, и преимущество достаточно ощутимое. Единственная нереализация моментов может во втором тайме сказаться не в лучшую сторону. Нужен гол! Нужен гол! Нужен гол! Во втором тайме болельщики снова погнали Ульяновцев вперед. И погода не подвела. За 7 минут сразу три пробоины в кавказском корабле. Сначала Денис Клопков напомнил о том, кто в доме на опыте. Затем Максим Капралов заставил ошибиться защитника. А победную точку поставил настырный Ромал Набиев. За церемонией закрытия Ромала признают лучшим полузащитником чемпионата АФЛ-2021. Наше от нас не ушло. Альхамду лилля. Все по воле Всевышнего. Ну, команда молодцы. Все били, все заряженные были. Мы от этого, каждый из нас, мне кажется, кайфанул. Получил полное заряженное удовольствие. Я люблю это Сочи. Ульяновская погода в Сочи была хороша и победила заслуженно. Отсюда и поздравления самые теплые и искренние. Выиграли этот действительный чемпионат мира. Пусть и среди любительских команд. Из-за ковида, пусть и без участия иностранцев. Всего в международном футбольном форуме сыграли около 50 команд юношей, девушек, футболистов-про и ветеранов. Ну что ж, время нашей программы подходит к концу. Завтра приглашаем всех ульяновцев на мероприятие Всероссийского Олимпийского дня. Ну а команда нашего проекта уходит в отпуск. Встретимся теперь только в августе. А сегодня с вами был реальный президент Олимпийского совета Ульяновской области Олег Калмыков и реальный спорт Ульяновск. До свидания. До свидания, друзья. Редактор субтитров А.Семкин